И снова привет призыватели и с возвращением на канал! И сегодня мы поговорим об общем состоянии предсезона, а именно то, как работает система ЛП, ну или не работает. И перед началом основной темы ролика ответьте на сегодняшний вопрос дня, как обычно в комментариях. Какой чемпион в предсезоне, по-вашему, полностью испорчен? Так как райты поставили перед собой задачу быть максимально прозрачными со своей внутренней работой, маркетер запостил свои мысли по геймплею в девблоге и рассказал, что же происходит со всеми этими сумасшедшими играми с ЛП, в чем смысл вообще поднимать ранг и то, какие цели были достигнуты. Начнем с ранговых делишек. Для тех из вас, кто не играл в ранги в предсезоне и не слышал о происходящем, в основном были случаи, что игроки зарабатывали скудный 10 или 12 ЛП за свои победы, в то время как за поражение отнимали свыше двадцатки. И конечно же после такого люди просто начали бомбить, думая, что райты все испортили, 11 сезон слит и бла-бла-бла. На самом деле произошло следующее, как мы знаем, промо в дивизию убрали, а вот алгоритм матчмейкинга все еще требует некоторых доработок. И с видимыми и скрытыми изменениями, внедренными в одно и то же время, в итоге случилось парочка несостыковок. Короче говоря, ранги людей быстро растут, что в конечном счете приводит к получению маленького ЛП за короткий срок. Поправки уже внесли в игру, и система была настроена, и все будет готово для старта нового сезона в следующем месяце. Если вы помните, как все начиналось в девятом сезоне, когда райты внедрили позиционно ориентированный матчмейкинг, и то, какой катастрофой он был. И даже убрав его, не стало лучше, потому что они никогда в действительности не делали жесткого сброса ММР. Как результат, каждый имел завышенное эло, не соответствующее своему ММР. Особенно это отразилось на мастере и выше. К счастью, райты решили внедрить новые изменения до того, как стартовал новый сезон, дав себе время для тестирования и поправок. Как только начнется одиннадцатый, мы ожидаем парочку изменений в сравнении с прошлыми сезонами. Одно из них сделало сброс более незначительным, чтобы быть чуть ближе к последнему рангу, и больше не пропадать неделями и месяцами в рангах, только чтобы подняться обратно в то эло, откуда тебя сбросили. Это изменение может раздуть ранги игроков в самом начале сезона. Поэтому, чтобы сохранить четкость системы и оставить игроков в том эло, которому они принадлежат, размер лп при начислении и потере будет смягчен. В общем, будет означать поднятие ранга в том же темпе, что и раньше, однако удаление промо имеет свои положительные стороны. Например, те же промо были самой стрессовой вещью в ранге, поэтому больше никаких особых игр и потенциального тильта в них. Второе, промо не давали лп, и вы могли быть на тех же 99 лп и победить 3 игры подряд, просто чтобы получить 0 в следующем дивизионе. Да, подняли ммр, но это просто скрытые числа, а людям нравится наглядно видеть свои победы, так что без промо вы ощутите себя более вознагражденными своими винстриками. Ладно, хорош болтать о рангах. Перейдем к теме того, какие цели были установлены для предсезона, какие должны быть достигнуты и какие только предстоит достичь. Первый приоритет – общая работоспособность и стимуляция игры. Сноубол и продолжительность игр работают как надо, но вот взрывной урон слишком высок на старте предсезона. Патч 10.24 сделал его более управляемым, но все еще высоким, так что ему предстоят корректировки в патче 11.1. Второй приоритет – позиционирование и классовый баланс в целом. Сами классы вполне жизнеспособны и преуспевают в правильном направлении. Однако вы должны помнить, что в самом начале предсезона ботлайн практически не существовал, и в играх настолько доминировали танки, ассасины, АП-чемпионы, что ЛК и Саппорт были просто за компанию. Единственным играбельным персонажем была Самира, но потому что она сломанная сучка и игры все равно не шли, потому что у нее 75% банрейта. Ну или джинсы МФ, которые собирались в леталити и криты. Со скорым обновлением 10.25 танки будут понерфлены и АДК с саппортами получат некоторые усиления, так что надеемся, что скоро все изменится к лучшему. Третий приоритет – индивидуальный подход к выбору предметов, здоровья и удовлетворенность. То есть каждый чемпион имеет широкий спектр выбора предметов и варианты сбора, которые удовлетворяли и взаимоусиляли бы каждый их стиль игры. В краткосрочной перспективе, да, более половины чемпионов попадают в список в соответствии с целями, указанными ранее. То есть собирать предметы, основываясь больше на индивидуальных нуждах в игре, нежели билд по шаблону каждый раз. Да, в некоторых случаях еще останутся сломанные предметы, которые всегда будут лучшим выбором для чемпиона. Но первые весенние патчи должны помочь с этой проблемой, давая больше изменений для айтемов и самих чемпов, чтобы использовать новую систему гораздо лучше. Что ж, это все, о чем мы хотели поговорить из девблога райтов. Надеюсь, вам понравилось видео, эта инфа, конечно, не повлияет на то, как вы играете в лигу. Мы просто думаем, что полезно оставаться в тонусе и лично я рад, что райты настолько прозрачны, что уведомляют, что же они делают и что происходит. И помните, мы все еще ждем ваше мнение по поводу самых отвратных новых предметов в комментах ниже. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, присоединяйтесь к каналу в дискорде и оставайтесь с нами до конца. Мы услышимся в следующий раз. Всем удачи и пока-пока.